Коалиция проевропейского правления после подписания соглашения избрала нового спикера парламента. Им стал Игорь Корман. Субтитры создавал DimaTorzok Депутат от Демократической партии был назначен на должность главы законодательного органа голосами 58 парламентариев. Сама процедура избрания затянулась на несколько часов и проходила под личным контролем лидера ДПМ Владимира Плохотнюка. Как и ожидалось, нарушения были. Представители правящих партий, чтобы отметить свой голос за кандидата Игоря Кормана, делали пометки в бюллетенях и складывали их особым способом. Депутаты коммуниста заявили, что таким образом был нарушен принцип тайны голосования. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПКРН намерена оспорить в Конституционном суде законность процедуры голосования за председателя парламента. По словам коммуниста, в разыгранной в законодательном органе спектакль продемонстрировал не только антиконституционность действий новых союзников, но и царящий в коалиции проевропейского правления тотальное недоверие. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Корману 44 года по профессии дипломат. В ДПМ является членом крыла партии, контролируемого лично Владимиром Плохотнюком. Вчера же финн-олигарха Андриан Канду занял кресло вице-спикера. После долгих трех месяцев ожесточенной политической борьбы бывшие коллеги по Альянсу пошли на мировую и утвердили новый кабинет министров. Таким образом, законодательный орган выразил правительству Юрия Лянко вотум доверия. Начавшим до1 часа, не будем окупать людей, которые имеют в виду реакета польскиов и учителяaltung РП Молдова. Мы будем окупать людей, которые имеют в виду Европейную РП Молдова. Таким образом, что лучшие имели в стратегии. И сейчас это с сатисфакцией, потому что мы решили, в этом эфире коммуне, что мы удерживаем эту инстабильность. И, по-другому, это сентябрь responsabilности. Новое правительство обещает изменить жизнь в стране к лучшему и продолжить борьбу с коррупцией. При том, что в составе нового Кабмина остались все те же чиновники. Андрей Усатый, фигурирующий в двух уголовных делах по факту злоупотребления должностными полномочиями, продолжает занимать кресло министра здравоохранения. Остался в своей должности и министр финансов Вячеслав Негруцы, против которого прокуратура возбудила дело о нанесении государству ущерба в размере полумиллиона евро. В новый состав правительства перешел и министр обороны Виталий Маринуцы, который фигурировал в центре скандала с незаконной продажей оружия. Георгий Шалару продолжает руководить Министерством экологии, несмотря на то, что был уличен в лоббировании интересов фирмы «Сына». Лидер ПКРМ Владимир Воронин раскритиковал с парламентской трибуны как новоявленную проевропейскую коалицию, так и состав нового кабинета министров. Этот политический союз – результат договоренности двух мафиозных кланов, считает Владимир Воронин. Без всякого стеснения в стенах парламента, под видео и фотокамерами представители двух мафиозных криминальных кланов заключают сделку. На глаза всей страны, повторяю. Еще вчера у них у всех был шанс преодолеть свои воровские инстинкты, подняться над своими застарелыми криминальными замашками и дать народу шанс на свободу, на принятие собственного решения о будущем Молдовы. Но, быть может, я говорю о досрочных парламентских выборах, кто не понял, и, быть может, молдавский народ с милости велся и просил бы им все то, что творила вся эта зондер-команда реформатора в эти годы. Но сегодня все эти политические карманики кидали, перешли ту видимую черту, за которой уже не будет никакой общественной реабилитации. Этот вульгарный политико-криминальный гей-парад, организованный либерал-демократами и демократами, вряд ли когда-нибудь забудется. И всех его бесстыжных участников уже не спасут ни заботливые еврокомиссары, ни объятия европейских послов, ни чемоданы с долларами. Прощения не будет. И пусть зарубежные заказчики этих киллеров молдавской государственности останутся пока что недоступными для градущего народного трибунала. Но запомните, всем исполнителям этого преступления уже не скрыться от неминуемого наказания. Их имена и лица знает вся страна. Те, кто поднимет сегодня руки за это правительство, точно знают, что все предыдущие дни их главари и сегодня полдня еще спорили о чем угодно, но только ни об экономике, ни о социальном развитии, ни о демократических свободах народа страны. Дни напролет и бессонные ночи они выясняли, кому из них достанется прокуратура, кому достанется Центр по борьбе с коррупцией, кому достанется Конституционный суд, МВД и так далее. Министерство транспорта и прочее. Азартно и алчно они делили сферы влияния. Денежные потоки, государственные посты. Этим они занимались и всю последнюю ночь. И вот они договорились, поделили, распилили. И думаете же вы, что успокоитесь? И уже нет ни одного человека, который бы не понимал, что сегодняшнее голосование – это всего лишь последняя попытка добить молдавскую демократию, сломить сопротивление общества, оттянуть деньги справедливого возмездия за все преступления, совершенные вами в последние 4 года. Утверждение состава нового кабинета министров под руководством Лянка расколола молдавское общество на два лагеря. Лагерь бедных, где большинство, и лагерь богатых, где царит наглость и беззаконие, заявил Владимир Воронин. Перед лицом депутатов парламента он дал клятву, что плечом к плечу с народом Молдовы завершит миссию по восстановлению социальной справедливости в стране и привлечению к ответственности всех, кто был вовлечен в процесс уничтожения государства. С сегодняшнего дня молдавское общество четко разделилось на две части. На абсолютное большинство граждан, которым невыносимо стыдно и трудно жить в этой стране под пятой главарей авторитетов. И на меньшинство, у которого нет ни стыда, ни совести, ни малейшего чувства сострадания к собственному народу. Что ж, друзья, в кавычках, теперь выбор стал проще и понятнее. Уж вряд ли кого-то смогут сбить в толку пестрые сине-зеленые вывески политических партий. Либо ты с бандитом, либо ты с большинством народа. Либо тебе не стыдно обслуживать походливых паханов, захвативших власть в твоей стране, либо ты встал на борьбу с ними. Третьего просто не дано. Партия коммунистов республики Молдова сделала свой выбор давно, но сегодня с этой трибуны, перед всей страной, я клянусь, что мы доведем свою борьбу до конца. С большинством народа, с опорой на его мужество, благородность, стойкость. Мы освободим нашу родину из криминального плена и построим по-настоящему демократическую, свободную, процветающую Молдову. Лидер либералов Михаил Гимпу утверждает, что за судебными разбирательствами между госпредприятием Речистру и фирмой Интеркомсофт под контрольной миллионеру Борису Берштейну стоит экс-премьер-министр страны Владимир Филат. В сентябре 2012 года апелляционная палата вынесла решение о взыскании 7 миллионов долларов в пользу фирмы Интеркомсофт. И это несмотря на то, что ранее Молдова выиграла судебный процесс по данному делу в международных судебных инстанциях. Действия САА Владимир Филат, в свою очередь, назвав либерал Агимпу Лжицу. Экс-премьер заявил журналистам, что он защищал госинституты, а не обкрадывал их. Сигур, в первую очередь, Продолжение следует... 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 700 преподавателей и 300 технических работников. Ликвидации подверглись 45 школ. Эта участь до конца года ждет и другие образовательные учреждения в стране. Еще одна проблема, на которую обращает внимание обудсмен – это дети-сироты. Ирина – учащаяся 9 класса в одном из столичных домов-интернатов. Она мечтает поступить в ВУЗ, но такой возможности у нее нет без средств к существованию и жилья. Пользуясь случаем, она обращается к властям. Мы ничем не отличаемся от других детей, только тем, что у нас нет родителей. И всего лишь. Мы тратим только тысячу лей, две тысячи лей только потратить, чтобы снять квартиру. Откуда у нас такие деньги, чтобы снять квартиру? А коммунальные услуги, вы взрослые люди, вы живете в квартирах, вы знаете. Вы знаете, что такое жизнь. Мы не готовы, потому что у нас нет тех людей, которые могли бы нас научить этому. Мы не просим чуда, мы не просим ничего. Хотя бы прийти к тому человеку, которого мы знаем, и попросить совета. Не говоря уже о помощи, потому что сколько бы ни просили, все равно мы никакого ответа от вас не слышим. Наталья – выпускница того же интерната, студентка педагогического колледжа. Рассказывает, что ей пришлось вернуться обратно, потому что нет мест в общежитии, а стипендий ей не хватает даже на необходимые учебники и тетради. Парламентский адвокат по правам ребенка Тамара Пламедяло заявила, что неоднократно обращалась к властям с требованием обратить внимание на проблемы, с которыми приходится сегодня сталкиваться, будущим гражданам страны. Однако реакция чиновников до сих пор не последовала. Сегодняшняя пресс-конференция была приурочена к Всемирному дню ребенка, который Молдова будет отмечать завтра. Епископ Бельский Фалежский Маркел осудил отказ депутатов парламента поддержать инициативу фракции ПКРМ об отмене положений закона о равенстве шансов, обеспечивающих интересы сексуальных меньшинств в Молдове. Соответствующая инициатива была озвучена 23 мая во время пленарного заседания председателем ПКРМ Владимиром Ворониным. Субтитры председателем ПКРМ, И.Путил Субтитры председателем ПКРМ Расскепот ТВ в Орне Дизиеве, и операция во время находится в номинаце. А те, которые, в основном, чтобы гомосексуали, чтобы не разрушилась, чтобы votать нормальные. А те, которые у�ли отсклыли, которые должны делать эти цели. А те, которые у меня на зиле этот проект под Маса, парламенту, как ты, в Учаре парламенту и обеспечить свои идеи, Продолжение следует... После состоявшегося в парламенте голосования, епископ Маркел заявил, что только у 39 депутатов была смелость заявить «нет» садомизации страны. Остальные своим молчанием или отказом поддержать инициативу ПКРМ избрали роль адвокатов еврогомосексуализации. Продолжение следует... 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 Глава Стала носит исключительно политический характер. В предварной кампании заявляют совершенно другие вещи, что они как раз здесь живут, что они борются за эту страну. В ходе обсуждения участники круглого стола отметили ошибочное мнение относительно молдавского поэта Матиевича, которого записывают в список жертв большевиков и раскритиковали желание ряда чиновников и неправительственных организаций возвести памятник несоответствующей исторической правде. Нагрузка его вовсе не в прославлении имени Мурафы или тем более Матиевича. В данном случае речь идет о том, чтобы к этим людям прицепить политическую идеологию. Это все равно, как если бы Пушкину поставили памятник за то, что он прославлял Николая Первого. Поэтому хоть увековечить память Матиевича, конечно, следовало бы, но не в такой форме и не с такой нагрузкой. Я больше того считаю, что если бы у нее низкая идеология тут была ни при чем, о памятнике никто бы и не вспомнил. Организатор круглого стола, общественная организация «Я Молдаванин» и «Я говорю на Молдавском» намерена потребовать от муниципального совета проведения публичных слушаний по вопросу установки памятника трём ученикам, а также выдвинуть инициативу об установке в Кишиневе отдельного памятника поэту Алексею Матиевичу. Зебры и тротуары пешеходам. Такое послание в адрес столичных властей направили члены Национальной коалиции волонтеров, которые вместе с родителями, детьми и лицами с ограниченными возможностями устроили у здания премарии флешмоб. Своими действиями они попытались обратить внимание публичных властей, а также водителей, на важность обеспечения безопасности пешеходов. «Нои atenționаем autorитетили asupra cele mai mari probleme pe care osisizează oamenii, adică ea nu e cel mai mari probleme din comunitate posibil, dar osisizează teribil de multă lume. Este vorba de accesul la semafor, accesul la zebră, pe care noi nu-l avem și nu pur și simplu nu-l avem. La viața noastră este pus în pericol. Voi, jurnaliști, i-o dat în 2-3 zile, dați un casc, când cineva a fost accidentat, de multe ori grav, de multe ori mortal. Este vorba de cele mai multe ori de copii, care au fost umorâți, strecând, regulamentar, însuțiți de următor strada». Druga problema, которую власти ignoriруют, но na quarele участники acții все же попытались обратить внимание, блокirul trotuare, vodicele parcuit автомобilii na pesehodnă oamenii, ce ne только мешaje prohișim, mais însuți să însuți să însuți să însuți să însuți să însuți. Многие вы видите, что все эти дети не могут использовать тротуар. Первый мальчик не может быть в рампе, поэтому не могут быть в рампе. Во-другом, машины в рампе с тротуаром, они так много, что у мужчин в рампе не могут быть в рампе. У мужа, у обочек, у мужчины или женщины, она не имеет рампу. И, в другом, авторитетные говорят, что мы используем рампу. Ну, конечно, мы используем рамп, Это элементарно, что они привезут для чек-листов. Мы не имеем на уровне стресса, что у нас нормальная писта для чек-листов. Члены национальной коалиции волонтеров направили в адрес министра внутренних дел, начальника дорожной полиции и местных органов власти письмо, в котором выразили свою обеспокоенность ситуации. Подобного рода обращение не единственное за время проведения акций. Однако, как заявили организаторы, по сей день они не получили ни одного официального ответа. В центре Кишинева задержаны двое молодых людей, которые пытались заполучить денежные средства с помощью фальшивых банковских карт. Как сообщили в пресс-службе генерального инспектората полиции, в ходе обыска при задержанных было обнаружено свыше 20 фальшивых банковских карт и около 50 тысяч леев. Молодые люди являются членами преступной группировки, специализировавшейся на изготовлении и использовании банковских карт в Молдове, Украине и США. Таким образом, членам группировки удалось поставить в оборот свыше 1000 фальшивых банковских карт, большинство из которых принадлежат Комерческим Банкам США. Субтитры создавал Данилов, Украине и США. В ходе обыска правоохранительными органами на съемной квартире была обнаружена лаборатория, где изготавливались банковские карточки, а также деньги разной валюты на сумму в 100 тысяч леев. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В случае, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 8 лет тюремного заключения. В церкви, находящейся на территории муниципального пенитенциарного учреждения номер 16, известного как Пронкул, состоялись крестины четырехмесячной девочки по имени Ионелла. Согласно данным информационного портала УниМедиа, мамой девочки является одна из заключенных. Отец Василий, который провел службу, заявил, что сегодня девочка стала христианкой и будет пользоваться всеми правами, которые предоставляет православная церковь. По словам мамы Ионеллы, более важным для нее являются крестины дочери, а не тот факт, что она находится в заключении. Семь крестных матерей из десяти являются сокамерницами Натальи. Заключенные утверждают, что решили окрестить Ионеллу, поскольку изо дня в день находятся вместе, живут под одной крышей и помогают друг другу в решении любых проблем. После обряда крестные матери вместе с мамой Ионеллы накрыли праздничный стол, на котором присутствовали традиционные молдавские блюда. В свою очередь, сотрудники пенитенциарного учреждения заявляют, что заключенным обеспечены все необходимые условия для рождения и воспитания детей. По данным информационного портала Унимедия, начиная с 2011 года, в пенитенциаре номер 16 родилось 8 детей. До 3 лет они будут расти в тюрьме рядом со своими матерями. По достижению 3-летнего возраста дети будут переданы родственникам или помещены в интернаты, а заключенные женщины останутся в тюрьме для дальнейшего отбывания наказания.